Здравствуйте! О главных событиях на Ставрополье расскажут журналисты Краевой телекомпании «Свайо ТВ» и я, Илья Захаров. И в начале выпуска коротко об основных его темах. В Пятигорске строят машину у времени. Губернатор региона Владимир Владимиров осмотрел, как идет стройка. Музея «Россия. Моя история» второго в Ставропольском крае. Об этом расскажет Мария Днездилова. Жители многоэтажки в Ставрополе все лето ходят по лестнице вплоть до 12 этажа. Дезапланированную зарядку сделал и Никита Шишков. В финале Кубка России Ставропольская команда «Алабама» представит край на престижном турнире по стритболу. Теперь обо всем по порядку. История России от древности до современности. В Пятигорске продолжается строительство мультимедийного комплекса «Россия. Моя история» второго в крае. Новый музей будет в два раза крупнее Ставропольского. Одновременно со стройкой работают историки. В Пятигорском музее зал о Ставрополье будет еще больше и эффектнее. С подробностями Мария Днездилова. Отличие Ставропольского и Пятигорского музеев «Россия. Моя история» заключается в их расположении. Когда в Ставрополе музей возвели в новом районе, в Пятигорске его строят в исторической части города, в Парке Победы. И это уже историческое событие. Ставропольский край – первый регион страны, где будут работать два музея «Россия. Моя история». Строительство объекта осмотрел губернатор региона Владимир Владимиров. Фундамент здания уже готов, отлиты колонны, которые будут держать кровлю. Глава региона обратил внимание на основное отличие Пятигорского музея от Ставропольского. Помимо экспозиции здесь оборудуют большой концертный зал на сотни зрителей. «Маломобильный будет 600. За счет того, что мы сцену сделали в рамках…» «Гимзал, свет, звук, шторы.» «Скрультуры отработали?» «Нет, чтобы это было… У меня здесь все время люди говорят, что нету Дома культуры. Он должен использоваться по полной программе, детьми, представления, выставки». Сейчас кажется, что это конструкция какого-то лабиринта, но на самом деле это настоящая машина времени. Пятигорский музей «Россия. Моя история» будет в два раза больше Ставропольского. В том числе здесь появятся новые экспозиции, а проекции будет создавать усовершенствованное оборудование. Губернатор региона Владимир Владимиров поручил наполнить выставочные залы региональным контентом. Историки уже работают над созданием экспозиции, посвященной Ставропольскому краю. К тому же исторический парк в Пятигорске должен быть еще более современным, с 3D-проекциями под ногами. «Мне очень хочется, чтобы у нас было, наверное, то, что лучшее в России». Музей уже на этом этапе дает рабочие места. Среди строителей 80% жителей Ставропольского края. Когда закончится стройка, приступят к работе над большой парковкой, в том числе и для экскурсионных автобусов. Проектируют аллею, которая соединит музей и Новопятигорское озеро. «Это очень хорошая точка притяжения для всех тех людей, которые приезжают к нам и поправляют свое здоровье в санаториях. Поэтому нужно, конечно, сделать дорогу подъездную, нужно хорошо обустроить площадку, чтобы можно было прийти сюда и целый день спокойно в Парке Победы провести». По планам, самый большой исторический парк в России начнет работу уже в мае следующего года. Мария Гнездилова, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение. Лифты есть, движения нет. В Ставрополе жители 12-этажки по улице Доваторцев больше двух месяцев ходят по лестнице пешком. И это при том, что новые подъемники в подъезде стоят с начала августа. Запустить кабины не могут из-за бумажной волокиты. Так когда же? Каждое возвращение домой для жильцов перестанет быть заменой спортзалу. По этажам прошелся и Никита Шишков. «Мы попали под программу замены лифтов от капремонта. Конечно, нашему счастью не было пределов». Радоваться, правда, пришлось недолго. Нагодетной маме Елене Рыбинцевой пешком, сыновьями, вверх-вниз на восьмой этаж ходить приходится по несколько раз в день. Физкультуры стало больше в середине июня, когда подъемники начали менять. Дело это не быстрое, жильцы отнеслись с пониманием. Иссекать оно начало в августе. Новые лифты установили еще в первых числах месяца. А официально запустить не могут до сих пор. «Говорят, что ваш дом не один, техник у нас один на край, инженер или кто-то принимающий. Поэтому ждите. Я говорю, так, 26-го нам включат лифты, если он выйдет. На что мне сказали нет. Это не так все просто. 26-го, если и выйдет, если выйдет, то они будут, начнут собирать документацию, и лифты запустят не ранее, чем через месяц». Дата окончания работ, 26-е число, кстати, не первое. До этого на табличке фонда капремонта у подъезда значилось 16-е. Заклеили новые цифры. Жильцы справедливо задаются вопросом, что мешает вновь перенести сроки и после этой даты. «Ну и как впечатления, как ощущения?» «Для нас это каждодневно. На самом деле, как бы ни было, не звучало это ужасно, начинаем привыкать». Удивительно, как квартира на высоком этаже с красивым видом из окна без лифта быстро превращается в настоящую клетку. Некоторые жильцы этой многоэтажки из дома выйти не могут уже несколько недель. Под вынужденным домашним арестом с июня находится пенсионерка Анна Савельева, инвалид второй группы. Спуститься пешком даже с четвертого этажа здоровья уже не позволяет. Решить бытовые вопросы тоже задача непростая. «Прошу соседей, вот у меня, и хлеба принесут, мне принесут там колбаски, попрошу, и все. А сейчас хоть криком кричи. Я когда закрыли его, я голодная сидела два дня». В краевом фонде капремонта пока разводят руками. Подрядчик свои обязательства выполнил. Лифты поставили даже раньше намеченных сроков. Теперь вердикт за гостехнадзором. Для этого в ведомство заявление должна подать управляющая компания. Но только на основании полученного техпаспорта, лицензии безопасности и договора с обслуживающей организацией. «Здесь нет задержек. Все идет в графике, в плане. Потому что сдали раньше. Уведомление об окончании работ. В течение 10 дней мы должны уведомить собственников о том, что будет приемка лифта. В зависимости от того, как быстро управляющая компания готовит документы на уведомление о вводе, и дальше в течение 10 дней Ростехнадзор должен везти его. Обязан, если нет, замечаний, препятствующих безопасности». В итоге специалисты фонда крайним сроком запуска лифтов называют 10 сентября. А пока ходить жильцам придется пешком. Попотеть на ступенях сегодня пришлось Никите Шишкову и Антону Красову. Ставропольское телевидение. Вор в медицинской маске обокрал машину в Ставрополе. Мужчина разбил стекло автомобиля возле торгового центра. Похитил рюкзак и сумку. В качестве инструмента он использовал свечу зажигания. Следствие выяснило, задержанный причастен еще к 7 аналогичным кражам на территории краевого центра. Возбуждены уголовные дела. Другие происшествия в оперативной сводке. Брат за братом. Житель хутора Широбокова из Обильнинского городского округа жестоко отомстил 31-летнему молодому человеку, который притеснял его младшего брата. Мужчина назначил обидчику встречу на безлюдной дороге, где застрелил его из обреза охотничьего ружья. Преступника задержали. Суд назначил 10 лет исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей. Бесправный гонщик. Наряд ДПС заметил на трассе Георгиевск-Новопавловск мотоциклиста без шлема, который ехал на высокой скорости. Патрульные начали погоню. Требование остановиться нарушитель игнорировал. Остановить гонщика удалось только на территории Кировского округа. У молодого человека были признаки опьянения, а прав у байкера не оказалось. Теперь ему грозит административный арест и штрафы на общую сумму около 50 тысяч рублей. Жертва мошенничества. Ставропольчанка своими руками перевела 400 тысяч незнакомцу. Он представился сотрудником банка и под предлогом проверки незаконных списаний убедил женщину перевести деньги с ее счета на указанный им электронный кошелек. Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Нелегальный урожай. Мужчина в Новопавловске вырастил крупную партию конопли. Сначала в горшках, а потом во дворе. Поймали подозреваемого, когда он принялся за уборку урожая. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Это новости на своем. Мы продолжаем рассказывать о самых важных событиях на Ставрополье. Триколор на земле и в небе, как Ставрополье отметила День государственного флага. Еда для малоимущих. Сбор благотворительных продуктов организовали в одном из магазинов Ставрополя. В финале Кубка России Ставропольская команда Алабама представит край на престижном турнире по стритболу. На Ставрополье отметили День флага. Наш Триколор был повсюду, в небе и на земле. В честь него танцевали, ему посвящали песни, его рисовали. Торжества прошли по всему краю, но, конечно, самые эффектные в Ставрополе. О празднике, которые объединяет поколение, Вадим Маскаленко. Пока на Владимирской площади все только готовилось к массовым торжествам, ритм праздника уже задавали на тематических площадках. Замечательно! Особенно вот ребенку нравится. Заняться можно было чем угодно. И тренажеры освоить, и в футбол, баскетбол сыграть, и даже выковать монету счастья. Ну, как ощущение, что сами себе деньги сделали? Счастье свое к уюте, вы железо не отходя от кассы. Это не говоря о сладкой вате, аниматорах, 3D-фото. Конечно, много в день флага уделили внимание нашему триколору. Как он выглядит, теперь точно знают и подрастающие ставропольцы. Ведь они его сами нарисовали. Получается? Получит. Тебе нравится? Да. Сегодня уже стала доброй традицией проводить масштабные городские мероприятия на Владимирской площади. День государственного флага как раз один из них. На празднике, который организовала администрация Ставрополя и группа компаний «Югстроинвест», флаг действительно был везде, даже в небе. Кульминацией праздника стал флешмоб. Его участники собрали из карточек огромный флаг России и вместе исполнили гимн страны. А еще ставропольцы убедились, что границы России нигде не заканчиваются. Так назывался конкурс, итоги которого подвели на площади. Нужно было сделать фото с флагом в наиболее отдаленной точке от Ставрополя. Победила девушка, которая съездила во Владивосток. В награду ценные призы от «Югстроинвест». Ну и самое зрелищное было под конец шоу светомузыкального фонтана. Как всегда, это было огненно ярко. А под конец вечера взгляды снова устремились в небо. Эффектным завершением дня флага стал очередной подарок от Юси. Фейерверк, который окрасил небо в разные цвета, в том числе цвета российского триколора. Очень хороший праздник. Всех сплачиваем. И все. Там кто такого не видели? Там даже плакать хочет. Сложно было сдержать эмоции Вадиму Москаленко, Олегу Вайкулову. Ставропольское телевидение. Спортивно отметили день флага в Пятигорске. Там устроили массовый забег на гору Машук. В честь триколора в окружной столице бегают уже 12-й год подряд. Дело это непростое. Все-таки три с половиной километра по жаре и вверх. Такое под силу не каждому. Но несмотря на сложнейшие условия, участников сотни. И это не только профессиональные спортсмены. В Пятигорск приехали любители бега со всего края. Возраст участников от 6 до 70 лет. Первый раз на этой трассе. Я думала, будет хоть где-то равнина. Они все время вверх и вверх ели добежали. На самом деле было очень тяжело. Но понравилось. Общения новые. Наш российский флаг самый яркий, самый крутой, самый лучший и родной в мире. Я вам желаю таких же ярких, ярких побед в своей жизни. Ура! Давайте еще раз. Ура! Нашему флагу! Железноводский спортсмен пробежит через три республики в круглосуточной гонке. Он участник горного марафона. Атлет Игорь Манжос преодолеет более 300 километров за 150 часов. Он пересечет Кабардино-Балкарию, Осетию и Ингушетию. Гонку поддержат еще 37 бегунов из разных стран мира. Еще больше новостей в нашем коротком обзоре. На Кавминводах откроют первый пам-трек. Это велосипедная трасса с уклонами и неровностями. Его оборудуют в новом парке Комсомольская поляна в Железноводске. Размер экстремальной трассы более 2000 квадратных метров. Для катания по пам-треку лучше всего подходят горные велосипеды. Построят парк в рамках программы «Комфортная городская среда». На реализацию проекта выделено 90 миллионов рублей. В станице Темнолеска отремонтировали километровую автодорогу. Она была долгое время в ямах и ухабах. Развязка магистральная. По ней жители станицы добираются в школу, больницу на работу. Обновили два участка дороги по улице Новой до улицы Центральной. На то, чтобы привести магистраль в порядок, из краевого бюджета выделили более 4 миллионов рублей. Скейтбордистам теперь есть, где кататься в селе Левокумском. Там для них строят трассу и благоустраивают местный сквер. Работы скоро завершат. Строители уложили плитку на дорожках, установили новые скамейки, урны и фонари. На территории зоны отдыха оборудовали детскую площадку. В Ставрополе собирают еду для малоимущих. Контейнер для сбора благотворительных продуктов установили в одном из магазинов города. Все желающие могут купить продукты и положить их в специальный ящик. Все потом передадут людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Акция пройдет до 25 августа. В Ставрополе открылся новый гипермаркет. Он собрал в себе тысячи товаров для дома и отдыха. В честь праздника магазин подготовил много скидок и акций. Тему продолжит Иоанна Лукошкина. Музыка, воздушные шары и десятки довольных посетителей. В такой праздничной атмосфере открылся долгожданный гипермаркет «Унидом». В новом гипермаркете есть товар для каждого, даже самого взыскательного покупателя. Посуда для приготовления пищи и сервировки, огромный выбор подарков и сувениров, хозяйственные и детские товары, текстиль. А самое главное, все это по приятным доступным ценам. Прям отлично. И цены радуют, и ассортимент прям такой вот приличный. Очень довольна. Но мы сейчас второй раз придем. Нравятся доступные цены, широкий ассортимент товаров, посуда вообще очень красивая. Ждала открыть, если честно. Все очень нравится, красиво. Столовый сервис из 19 предметов здесь можно купить всего за 999 рублей. Сковороду с антипригарным покрытием за 139, а набор вот таких изящных бокалов за 639 рублей. Выгода ощутимая. Но Унидон привлекает покупателей не только низкими ценами. На радость любой хозяйки тут постоянно проходят акции. Например, при покупке сковороды диаметром 28 сантиметров, вторую сковороду от того же производителя диаметром 24 сантиметра получил в подарок. Очень большой выбор, мне очень понравилось, очень много скидок на все. И близко расположен, мне буквально рядом с домом. Очень удобно. Постараюсь сюда приезжать как можно чаще. Найти новый гипермаркет несложно. Унидон находится по адресу Доваторцев 88. Его двери открыты для всех ежедневно с 9 утра и до 8 вечера. Кстати, стоит поторопиться, до 25 августа каждому покупателю в подарок дают карту клиента. С помощью нее вы сможете приобрести товары по еще более выгодной цене. Яна Лукошкина, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение. Далее в эфире новости спорта и по традиции о них расскажет Сергей Надеин. Он уже в студии. Привет. Привет. Я знаю, что сегодняшняя дата в календаре для тебя особенная. Да, 23 августа, 8 лет назад первый раз я попал на фанатскую трибуну Спартака и с тех пор только на ней. Ну тогда с годовщиной тебя. Спасибо. У меня получается, что фанатского опыта больше, чем телевизионного даже. Надо как-то их уравнять, может быть. Не знаю как. Перестать болеть? Нет. Сейчас о спорте давай. Давай, говори. О футболе. Кстати, в эти минуты Ставропольское Динамо играет в Ростове с местным клубом СК Ростов. Матч проходит в рамках шестого тура первенства России по футболу во втором дивизионе. Перед матчем белоголубые расположились на третьей строчке турнирной таблицы Ростовчанина восьмой. А еще один клуб, представляющий Ставропольский край, Пятигорский Машук КМВ, также в гостях, Легион Динамо Махачкала, город Махачкала, Спартак Нальчик, Машук КМВ, Урожай Краснодар, Спартак Владикавказ. На три дня разделился в этот раз турнир 25 августа. Будет интересно понаблюдать за Аланией Владикавказской в игре против Волгаря после победы Алани и выхода в 1-16 Кубка России над Ротором Волгоградским. Анжи, Махачкала, Дружба, Майкоп, Белок, Новокубанск, Прогресс, Интер, Черкесск и Черноморец, Новороссийск, Краснодар 3 тоже интересное краснодарское дерби. А теперь давайте посмотрим как выглядит турнирная таблица после пяти сыгранных туров перед шестым. Динамо, мы уже сказали, расположилось на третьем месте. Первый Дружба, второй Волгарь, Махачкала, Краснодар, Черноморец. Завершают турнирную таблицу Анжи, Урожай, Спартак, Владикавказ. Две из трех команд там видеть удивительно, если честно. В Буденовске определился победитель турнира памяти заслуженного тренера России Виктора Лаврова. Напомню, в нем приняли участие восемь команд Суперлиги. В финал прошли Саратовский СГАУ, Пермский Медведи. Победу с разницей всего в один мяч 33-32 одержали саратовцы. Итог для зрителей своего ТВ прокомментировал экс-игрок Ставропольского Динамо Виктор Андрей Трофимец, который сейчас выступает как раз за СГАУ команду-победительницу. Турнир памяти Виктора Георгиевича Лаврова, проходившего в городе Буденовске сложился для нашей команды непросто, так как разыгрывались по ходу турнира. Наиболее сложной встречей была финальная игра, так как играли 4 дня подряд, накопилась усталость. Но в финальной игре команды показали равную силу. В конечном итоге команда СГАУ-Саратов смогла добиться положительного результата, выиграв сам турнир. В целом доволен турниром, спасибо организаторам. Такой турнир нужно проводить каждый год. Очень полезно для команд перед сезоном. А теперь давайте посмотрим, как расположились все команды по итогам турнира. На первом месте СГАУ-Саратов и Пермские Медведи, об этом мы сказали. Третий, Скиф, Краснодарский, прошлогодний победитель этого же турнира. Дебютант Суперлиги Таганрог Юфу расположился на четвертом месте. И потом в утешительном турнире команды сыграли Таг Каустик, Динамо Астрахань, Виктор Ставропольский, который очень дружелюбно и гостеприимно ко всем отнесся, кроме Челябинского Динамо, которых обыграл заключительном матче Челябинская Динамо на восьмом месте. Ставропольская стритбольная команда Алабама стала обладателем вайлдкарта и будет представлять наш край на финале Кубка России 3 на 3. Это стритбол. Двухдневный турнир стартует в Нижнем Новгороде уже завтра. Кубок разыграют 36 мужских и 12 женских коллективов. Конкуренцию прошлогодним победителям командам Warface из Химак и московским Матрешкам составят команды из Ставрополя, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Воронежа и других городов. Обладатель Кубка России 3 на 3 получит путевку на турнир ФИБА 3 на 3. За результатом и ходом игр можно будет смотреть на сайте фиба3на3.com и вот что парни сказали сегодня прямо из аэропорта для наших телезрителей. Привет зрителям Своё ТВ. Буквально через несколько минут мы командой ФПСК Ставрополь вылетаем в Нижний Новгород из Москвы на финал Кубка России по стритболу 3 на 3. Следите за новостями и трансляциями в группах ВКонтакте РПД. Это все новости спорта к этой минуте. Я передаю слово Илье Захарову. Кстати, вот эта команда Алабама, которая поехала в Нижний Новгород, однажды мы с ними играли на турнире стритбол 3 на 3 в Ставрополе. Турнирная сетка нас развела к счастью. Ну, то есть не совсем играли, а то бы им, конечно, показали. Да, к счастью для Алабамы. Мы бы сейчас были в Нижнем Новгороде, а они бы рассказывали новости спорта. Сергей, напоследок вопрос нетрадиционный. Как ты относишься к чтению? Положительно. Тогда следующая новость будет очень тебе интересна. Я оттуда буду внимательно слушать. А я здесь буду внимательно рассказывать. Итак, новость из Невиномыска. В промышленную столицу Ставрополья пришел буккроссинг. Это свободный обмен книгами, когда их оставляют в специальных шкафах прямо на улице. Удивляет не сам факт книгооборота, а то, что организовал его простой житель города Александр Максай. Сам изготовил конструкцию и сам же наполнил ее литературой. Новинка уже пришлась горожанам по душе. Таковы главные новости региона к этому часу. Хотите знать больше? Заходите в официальные группы СВОЁТВ в социальных сетях Facebook, Instagram и Одноклассники. А у меня на этом все. До встречи на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok